Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» еще совсем молода. Впервые она прошла в 2018-м. Но с каждым годом к ней присоединяется все больше желающих подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. В разы увеличивается и количество заявок на исполнение желаний. Причем они могут быть не только материальными. Мальчик Дима из Челябинска недавно победил тяжелую болезнь и очень хотел отпраздновать это, покатавшись на коньках на Красной площади. Президент страны Владимир Путин не только исполнил его мечту, но и составил компанию мальчишки. Хорошему примеру Владимира Путина последовали российские губернации. Чиновники и депутаты разных уровней. Глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов взялся исполнить мечты трех ребятишек республики. Игрушки с елки желаний на минувшей неделе снял и мэр Черкеска Алексей Баскаев, а также его заместители и представители депутатского корпуса городской думы. Наши детки лишены в этом году праздничных мероприятий, елок. Это не отменяет подарков новогодних. Пожелания будут исполнены. И детишкам Дед Мороз со Снегурочкой доставят подарки, которые они заказали. И это дети-сироты, социальные сироты и дети, которые находятся на попечении. То есть именно вот эта категория деток, она охвачена подарками. Благотворительную акцию в преддверии Нового года организовал и общественный совет МВД ПКЧР. Это ярмарка новогодних картин и поделок. Их авторы – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, но не обделенные творческими талантами. Наши подучетные дети, дети из многодетных, малообеспеченных семей, которые сегодня изготовили, они хотели показать и подарить частичку тепла. Но так как из-за пандемии, из-за ситуации в нашей республике они не могут на мероприятиях присутствовать, поэтому мы их работы взяли и дали им слово, что их работы будут на аукцион выставлены и распроданы. Потом на вырученные деньги этим же ребятишкам с ограниченными возможностями будут приобретены то, в чем они нуждаются – или подарки, или какие-то средства. Благотворительная ярмарка была организована Общественным советом МВД совместно с двумя министерствами КЧР по делам национальности, массовым коммуникациям и печати, а также Министерством культуры. Представители этих ведомств и стали первыми покупателями новогодних картин и поделок. Спасибо коллегам, кто откликнулся, пришел. Я думаю, в течение дня еще все наши коллеги, министры, замминистров и представители органов исполнительной власти придут, поддержат. Со своей стороны хотел бы сказать, что наше министерство в этом году активно работало в этом направлении с детками и подготовили для них специальные подарки. Это «Сказки народов» о Карачаево-Черкесии. Данная книга вышла в последний раз в 1965 году. В этом году мы решили переиздать уже с обновленными сказками. Пока что эта книга вышла в свет небольшим тиражом тысячи экземпляров. Одними из первых обладателями нового сборника сказок народов Карачаева-Черкесии станут ребятишки, которые представили свои работы на ярмарке. И этот подарок будет очень кстати, ведь сказка – это то, что в первую очередь ассоциируется у детей с Новым Годом. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.